Ровно три года назад Министерство юстиции зарегистрировало приказ Минспорта России о признании и включении во Всероссийский реестр компьютерного спорта. Это позволило не только проводить официальный чемпионат страны, но и присваивать разряды и звания. Активно развиваются киберспорты в Чувашии. В ближайшие выходные пройдет пасхальный турнир. В активе Максима Иванова за полтора десятка лет занятий самбо наград и регалий не счесть. Но вот в киберспорте 27-летний, обладатель Кубка мира, победитель и призер международных соревнований по самообороне без оружия, пока чувствует себя новичком. Впрочем, это не мешает ему осваивать новое виртуальное пространство. Для меня это было всегда таким маленьким хобби. Когда были выходные, отдых от тренировок, я всегда какой-нибудь свободный час проводил в какой-нибудь игре. Поэтому, в принципе, у нас особо и нет таких соревнований в городе. Я вообще не слышал, что где-то соревнования. Так как у нас там в самбо часто очень проводятся соревнования, я решил, почему бы и не провести эти соревнования. Введенный режим самоизоляции не помешал. Современные технологии позволяют любителям видеоигр состязаться в реальном времени, находясь на удалении друг от друга. Участники, а на сегодня заявки подали два десятка команд, сразятся в играх «Дота 2» и «Контерстрайк». Важно, что участие для претендентов бесплатное, а вот призовой фонд реальный – 40 тысяч рублей. За соблюдением правил игры будет следить судейская коллегия. «Активно мы не вылезаем в игру. То есть после уже, если вдруг будет какая-то апелляция, то, конечно же, мы просматриваем игру заново полностью. Или именно тот момент, о котором нам сказали. И уже выдвигаем свое решение по этому поводу». Кстати, в заявленных на турнир играх мощность компьютера большого преимущества не дает. И по уверению организаторов, все участники будут практически в равных условиях. Так что, как и в игровых видах спорта, на первый план выходит взаимодействие игроков команды в решении главной задачи – достижения победного результата. «Компьютерные игры, наверное, можно сравнить с шахматами, только командными и более эмоциональными». До пятницы подать заявку на участие можно в одной из социальных сетей в группе «Киберсити». Старт пасхальному турниру будет дан в полдень субботы. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.